Ходя, ты шикарно выглядишь. Честно? Волосы вот все аккуратно. Да, отлично. Я специально там эффект сделала, мы должны быть просто муа, муа, конфетки. Как в пицце. Да. Всем привет, мои хорошие, с вами Майка Эмири и... Асфа Тима. И сегодня мы с вами снимаем очередной челлендж. Мы будем есть черешню. Причем мы будем спорить, опять же, на деньги. Ну сколько? Давай на 10 монат. Давай на этот раз повысим ставки. Пусть будет 15 монат. Я такая голодная. Я чувствую победу. Чем это пахнет? Победой. Пахнет победой Аскфатимы. Аскфатимы. А не Айки Эмили. Значит, здесь 2,5 килограмма черешни. Почти 3. Но я думаю, что это не имеет особого значения, потому что фишка заключается в том, кто больше съест. Да. А как мы это узнаем? По количеству косточек. Да, вот поэтому мы взяли вот такую вот посудинку, которая нам поможет в этом разобраться. Не будем тянуть. Да, мы обожаем черешню. Я с утра ничего не ела. Голодала полдня, чтобы победить эту Айку. Я, кстати, в этом году впервые ем черешню. Обожаю. Причем вишню я не настолько люблю, как черешню. Но вишня очень полезная. Там много йода. Клетчатка. Но клетчатка и в черешне тоже есть. Когда мы жили в России, черешня там стоит, знаешь, как дорого. Кстати, килограмм вот этой черешни мы купили за 4 маната. Но не слишком дешево, но нормально. Да. Не в тему, конечно, запивать воду, но меня мучает жажда. Запивать воду, ты сказала. Запивать воду. Вы поняли, в общем. Мне кажется, что эту гору я всю съела. А какую вы любите черешню? Темную, вот эту вот красную? Или же есть такая белая, да, она называется? Да. Белая тоже вкусная, но я люблю больше черную, такую мясистую, крупную. Чтобы когда ешь, прям хрустело. А ты, правда, не особо хрустит? Черешня не должна хрустеть, вроде. Ну, иногда бывает такая крупная, как прям, как яблоко. И хрустит, когда ешь. Много придется нам считать. Я отложу в сторону эти стебельки, чтобы легче было потом читать. Считать с косточки. Ммм, хорошая идея. Господи. Это нереально просто вкусно. Да, говори. Кстати, обязательно подписывайтесь на канал AskFatima. Ссылка будет в инфобоксе. И в комментариях. Ну, че ж я так плюю косточки. Ваше здоровье. Ты старайся на воду не налегать лучше. С фруктами нежелательно. Я думаю, что я выиграю. Я стараюсь молчать и не говорить ничего об этом. На самом деле, в наших челленджах главное участие, а не победа. И все споры о том, кто выиграет, кто кого дразнит, это все шутки. Просто, к сожалению, не все это понимают. Самое главное я понимаю. Да, самое главное, что ты понимаешь. Чтобы не обидеть твоих поклонников, я стараюсь помалкивать. Смотрите, какая крупная. Еще, кстати, у меня новый маникюр. Не демо. Но я бывший бьюти-блогер, поэтому... Раньше ты говорила, что ты вообще не бьюти-блогер. Я уже впереди тебя, детка. Реально. Как ты это делаешь? Я просто очень люблю черешню. Одна косточка упала. И она не считается. Она считается. Нет. Да. Если только ты ее достанешь с пола. Достану. Иди ко мне. Легче буду еще одну съесть. Иди ко мне. Ладно, посчитаем одну на полу, потом поднимем. Ладно. Я же все-таки съела ее. Я не могу тратить время на ее поиски, потому что Айка вырывается вперед. У нас еще есть такая идея. Снять видео с арбузом. Кто съест больше? То есть один арбуз поделим пополам. Что ты больше любишь, дыню или арбуз? Я люблю дыню. Потому что в арбузе много косточек. Я в детстве вообще не любила дыню, но сейчас обожаю. Если бы не косточки, я бы любила арбуз. Но мне неохота их всех выбирать. Я люблю выбирать тот кусок арбуза, куда попало меньше косточек. Или серединка, да? Серединка самая вкусная. Арбуз это полезно. Вообще фрукты это полезно. Не то, что чипсы. Надо иногда для разнообразия что-то полезное кушать. В нынешнее время непонятно, это вообще полезно или нет. Потому что столько всяких удобрений, пестицидов, лекарств. Поэтому не факт, что это вообще полезно. Но я тебе скажу, тут попадаются черешеньки, в которых видно, что побывали червяки. Я не буду портить вам аппетит, но это нормально для фруктов. Моя бабушка и дедушка всегда говорят, что червь не залезет в плохую черешню. То есть если есть черви, значит это хороший натуральный продукт. То есть ты предлагаешь есть с червями вместе? Не, не с червями вместе. То есть я хочу сказать, что этот урожай вообще это черешня. А так как там на нее покусились черви, это значит, что там не так уж много пестицидов. То есть это хорошая черешня. Если бы она была вся парниковая, какая-то искусственная, выращенная чисто на пестицидах, то тогда там не было бы ни одного червя. Червей самих нет, но есть следы от них. Но редко это встречается там на одной из 20 штук. Я с такой скоростью ем, что я вообще даже не замечаю такие вещи. А надо вот. Я смотрю всегда на каждую. Поэтому ты выиграешь меня. Я представляю, как я буду сейчас сидеть и считать все это. Да сейчас и невооруженным глазом видно, что я впереди. Лохушка. Твои, то есть мои хейтеры. Теперь я буду делать так. Ура! Это стоило лучше делать. Я буду стоило это делать. Ты меня будешь снимать хорошо для инстаграма. Я буду догонять пока еще. Это червь? Нет, это не червь. Просто так она умеет брать тактику. Ты раскусила мой коварный план. Вообще так же смотрела на ютубе видео, китаянки девочки снимают, как они едят червей, не знаю, всяких насекомых, жуков, вот что угодно едят. И с таким аппетитом. Ну, у них это принято вроде как. А ты бы не хотела попробовать что-то такое? Нет. Не особо. Хотя, знаете, в детстве я смотрела мультик «Король лев», и там эти Тимона и Пумба ели гусениц. Это казалось так аппетитно. Я не знаю почему. Потом я смотрела передачу, где они все на... Последний герой вспомнила. Последний герой. Там они тоже ели таких гусениц. Я подумала, что может это вкусно. Вообще с тех пор, оказывается, были фудблогеры. Просто их никто не замечал. Первые фудблогеры – это Тимона и Пумба. Знаете, мне в комментариях кто-то написал, что не может есть без наших видео. Приятно осознавать, что мы кому-то поднимаем аппетит. А у меня, например, есть блогеры, которых я смотрю только перед сном. То есть на их голос я засыпаю. Обычно это какие-то бьюти-блогеры. А я поднимаю бьюти-блогеров наоборот. Я начинаю сосредотачиваться на том, что они говорят. Мозг наоборот начинает заработать. У нас в универе был преподаватель. Вот ему надо было быть блогером, который снимает «Спокойной ночи, малыши». Он когда лекции рассказывает, ну вот все просто как один просто умирали спать хотели. Это какой-то тоже талант. Надо ему предложить открыть канал. У нас тоже был такой преподаватель. Ну, кстати, есть одна блогерша. Она тоже бьюти-блогерша. Вот под ее видео я люблю спать. Я люблю вечером смотреть ее ролики, чтобы как-то успокоиться. Очень приятно. А перед едой я обязательно смотрю футблогеров. Вот, например, мы с Фати. У нас разные вкусы. Вот мне, например, нравится АСМР. Да. Правильно так называется. Зато сейчас опять куча будет оскорблений в комментариях. Что ты неправильно сказала. Ну вот. Мне, например, нравится вот этот хруст. И мне даже не нравится, когда блогер что-то рассказывает. Вот именно вот процесс поедания пищи. Я обожаю. Я не могу прям. Я получаю кайф от этого. А, например, АСМР, меня не понимает. Если я буду это смотреть, у меня вообще поднимется аппетит. Я целый день буду есть непрерывно. И не влезу в эту дверь. Как ты будешь снимать видео? Без меня есть, я не влезу в дверь. Если ты не влезешь в дверь, я найду другого напарника. Все просто. А, видите, как? Жизнь вообще жестокая штука. Я тебе так говорю. Меня уже много смотрел. Пока ты тут болтаешь, я наворачиваю. Я думаю, что будет ничья. Ну, честно скажу, я начинаю наедаться. Я уже тебе сказала, что я выиграла. Друзья, я наелась. Ну что, сдаешься, детка? Я еще могу съесть. Я попробую отдохнуть пару минут и продолжить. Давай ты просто честно сдашься. Ой, как это все считать? Неохота как-то. У меня все равно больше. И по оруженным глазам. Я бы не сказала, смотри. У тебя края пустые у меня. Так непонятно. Сейчас я заполню края. Подожди. Если проблема в этом, я сейчас... Можно я просто ножом выверу косточки отсюда? Не выбросай отсюда. Ну, я придумала. Это будет слишком просто, чтобы быть правдой. Потом, думаю, дашь поднадцать монад. Играем по-честному. Тут, где червяк, в эту сторону. Хороший. На нее, смотрите, она мне подкладывает червяков. Он с червяком. Это другое. Я хотела сказать, Фатя любит все, даже через червяк. Нет, ребята, я не могу. Я еще даже не наелась. Сколько можно? Это так вкусно. Туда пять червяков. Как нам это считать, Алька? Ну и так понятно, я выиграла. Мне тоже много. Смотрите. Давай остановимся и будем считать. Давай я съем еще вот этот, который у меня в реке. Все, стоп. Считаем. Давай. Возьми. Небо рженым глазом видно. Сколько? У тебя сколько? 62, и в третье на полу 63. У меня 69. Хочешь, пересчитай? Нет. Спасибо. Пересчитай. И я с маленьким отрывом победила Эта стерва. Ох, какая я молодец. Зарабатываю с YouTube. Зарабатываю. На этой лохушке зарабатываю. Но, чтобы она не расстраивалась, давайте дружно подпишемся на ее канал. Она уже второй раз проигрывает. Давайте сделаем ей приятно. Подпишемся на ее канал дружно. Давайте. И на Instagram тоже. Да, и на Instagram тоже. А чтобы ты мне сделала приятно, не си деньги. 15 есть? 20 даже есть. Неси. Ну, хватит троллить. Я поставлю тебя на счетчик. А что 20? Нет мелочи. Ну, это значит на следующий раз. Это огонь моя сдача. Смотрите на нее, какая наглая. Еще и взяла дополнительные 5 монат себе. Нет, я тебе после съемок отдам. Я что не знаю. Я сказала отдам. Ну, все, ребята. Надеемся, что вам было интересно. Спасибо, что были с нами. Ты знаешь, что это танец? Танец побед. Танец победительниц. Хочешь посмотреть? Танец проигравший, но участвовавший. Да. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. На канал Аскфатимы. И не забудьте поставить колокольчики, чтобы не пропустить наши новые видео. Также подписывайтесь на наши Instagram. Ссылки будут внизу в инфобоксе. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами Плайка Эмири и Аскфатима. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.